Субтитры создавал DimaTorzok Всем здравствуйте! Вы на канале Элина Франц и начинаем новый влог. Сегодня я решила приготовить киш французский яичный пирог. Я уже его вам показывала в каком-то из блогов, я уже не помню в каком. Это очень просто. Сегодня я сделала свое тесто злаковое из муки злаковой. Оно здесь, конечно, не очень красивое, потому что в мультиварке пироги все-таки мне печь не очень удобно. Такое тесто темненькое. И буду сейчас добавлять, это у меня в виде яичницы. Туда я добавила куркуму, добавила немного соевого соуса, добавлю также зеленого лука и сверху помидору. Можно добавлять все, что вы хотите, различную нарезку, различное мясо. Кто-кто любит во Франции добавляют и красную рыбу, отваренную, все что угодно. Но мы чем проще, тем лучше. Так что добавляю. Ну, как-то так у меня вот получилось. Теперь нужно подождать, пока моя яичница, яйца начнут подниматься, закроют тесто. И, в принципе, нужно ждать до готовности. Я очень люблю делать такие французские пироги, потому что, как говорят французы для рыпакомпле, все будет в одном, и сразу и у нас будут злаковые, и яйца, и овощи. А рядом я люблю подавать какой-нибудь большой салат. Так что, кто... Ну, конечно, в духовке или в печке это намного проще, чем в мультиварке. В мультиварке все-таки это покатая емкость такая и не очень удобно. Ну, вот такой французский киш у меня получился. Края, в принципе, нужно будет подрезать, чтобы было красиво. Ну, хотя мы же все, все свои дома будем кушать. Так что, ничего страшного. Так что, в мультиварке тоже можно приготовить вкусный пирог. Сегодня я искала какой-то документ, нужный нам, и наткнулась на альбом Владислава. Первый альбом Владислава, еще когда он только родился. Он по-французски называется «Journal de mon bébé». И так мне было приятно вспомнить, посмотреть, вот какой Владислав родился. Малюточка такая. Знаете, это тоже своя история про рождение. Я... Да, мне нечего скрывать. Я скажу, что я была беременна два раза, но Бог нам дал только одного Владислава. И, да, Францию я очень люблю, уважаю за то, что я здесь живу, но все-таки во французских больницах меня чуть не угробили два раза. И два раза это было связано с моими беременностями. Это вот, смотрите, Александр сразу ему сделал маленькое генеалогическое дерево, чтобы он помнил всех своих самых, знал самых близких родственников. Вот еще. Все. Он тут... Это мой муж любил делать. А это наши первые фотографии. Вот. Вот такая радость у меня родилась. Вот малютка какая. О, это Светик с моим сынулечкой. Вот. И, братуш, про что я? Да, был у меня плохой опыт, беременность у меня проходила хорошо. А знаете, я, наверное, не буду рассказывать. Если вам интересно, что со мной произошло в первый раз с моей беременностью, почему Плат родился почти на целый месяц раньше, и второй раз, почему у нас никто не родился, что же со мной произошло, почему я оказалась в больнице и чуть... Ну, могло всякое случиться. Если вам интересно, то ставьте пальчики вверх, попросите меня, потому что я не знаю, такая тема про беременность интересна или нет. И я сяду и запишу такое видео. Это вот мой тест на беременность. А где-то есть первые экографии. Вот они, вот еще. Эмбрион там наш. Это была запланированная беременность. Мы хотели ребенка и планировали. Ой, простите, это я. Вот. Четыре дня до рождения. Но мы еще не знали, оставался целый месяц. А вот тут, где курносик мой. Дюмон или на? Курносик мой. Вот. Ну, я вам... Это первая комната Владислава. Ну, я вам, наверное, все расскажу. Ой, они мы какие. Если вам интересно, я покажу побольше фотографий. Все расскажу. Скажите мне, дайте мне об этом знать. Я здесь, так можно сказать, изощряюсь. Пробую новые вкусы. Обожаю искать новый вкус. Мне нужно было, наверное, каким-то... Как сказать? Я даже не знаю. Дегустатором что-либо. Я себе сделала кофе с молоком, с безлактозным. И с... Не с корицей, а с мускатным орехом. Я люблю добавлять немного. И решила попробовать. Вчера купила безлактозный сыр. И муж у меня любит свежие кокосы. И вот сочетание солененького сыра со свежим кокосом из кофе очень вкусно, оказывается. Я даже и представить себе не могла. Так что, у кого есть возможность купить свежий кокос и кусочек сыра с кофе, просто великолепно. Советую. Очень советую. Очень давно уже задали Владу вопрос. И я все никак сейчас свет включу. Не могу у него спросить. А, наверное, люди ждут. Владислав, я могу тебе задать вопрос, пожалуйста. Если вы хотите получить русские друзья? Ты хочешь иметь русских друзей? И ты хочешь... Ты хочешь... Ты хочешь иметь русских друзей? Ты хочешь поговорить на телефон с ними? Ты уверен? Я говорю, или есть два мальчика, которые, может быть, тебя смотрят. Ты хочешь что-то? Стесняется? Он говорит, что он хочет иметь русских друзей. И кто ему хочет написать, я дам мою... Ну, мой имейл, то есть мою почту. Можете писать. Я спрашиваю, на каком... Он мультики смотрит. Утром мы мультики перед школой. На каком языке писать? Он говорит, на французском. Я говорю, они не знают русского. Ну, ничего страшного. Кто хочет написать Владиславу, пишите. Я ему все переведу. Он вам напишет. Я тоже переведу. Для этого и есть помощь. Да, мой сын не говорит по-русски. Ничего страшного. Я уже отвечала на этот вопрос несколько раз. Что ж, нас теперь не убивать. Вот такая я плохая. Ну, то есть я очень хорошая. Я, как всегда, делала свой йогурт в мультиварке. И забыла в этот раз оставить своего немножко йогурта для закваски. И в холодильнике не оказалось натурального йогурта. Но так как мои мужчины любят греческий, у меня был греческий йогурт. Я думаю, ну, рискну с греческим. Первый раз я делаю. И знаете, что я вам хочу сказать? Что с греческим йогуртом консистенция получилась даже лучше. Ну, это нормально, потому что, наверное, греческий йогурт все-таки пожирнее. Но во Франции, как я уже рассказывала, говорят, что греческий йогурт это самый полезный йогурт для здоровья. Так что с греческим йогуртом тоже возможно сделать наш домашний йогурт. Попробуйте. Знаете, мыла руки и вдруг вспомнила. Хотела же у вас спросить и с вами тоже поделиться. Недавно совершенно видела передачу, что все освежители воздуха очень плохо для здоровья. Да, кто-то скажет опять про здоровье. Ну, про здоровье у меня канал, про правильное питание, про нашу жизнь в Провансе. И они сказали, что я показывала даже во блогах освежительные мои любимые воздуха. Ну, конечно, это полностью синтетика. И значит, показали врача по телевизору, и он сказал, что все освежители воздуха очень плохо для дыхательных путей, вообще для здоровья, что лучше их не использовать. Ну, я думаю, куплю освежитель воздуха в магазине в био с маслами. А оказывается, они ничем и не лучше, только в 5 раз дороже. У него спросили, а что же делать, как же, если хочется, чтобы пахло приятно в санузле. Он сказал, а вот открывайте просто дверь, ой, не дверь, а окошко и проветривать. А если вот у нас окошко, простите, что все показываю, кто-то не скажет, уж совсем туалеты показывают. Нету окошка, а все-таки проветрить-то хочется. Ну, вот мне сестренка старшая предложила альтернативу. Она сказала, купи какое-нибудь масло, лучше масло мяты. И несколько капелек вовнутрь в туалет добавляй, совсем немного будет пахнуть приятно. И ничего страшного. И еще я видела, что некоторые добавляют, вот у меня не мяту, у меня чайное дерево, нужно прикупить мяту. Хотя чайное дерево тоже освежает прекрасно. А некоторые вот на щетке, которыми чистят, тоже несколько капелек. И будет нам радость. А что вы используете? Поделитесь с нами. Сегодня у нас среда. Да, уже снова среда. И поэтому у нас разгрузочный, так называемый, мой разгрузочный день. Это фрукты, овощи, то есть безбелковый день, без протеинов. Мне он очень нравится. И со мной уже несколько девочек, которые в Инстаграме меня поддерживают. Поэтому, кто хочет с нами, присоединяйтесь. Инстаграмм или на нижнее тире саша. Я обязательно напишу. Кто любит сельдерей? Мы в семье очень любим сельдерей. Я покупаю довольно часто. Как я его делаю? Очень просто. Люблю делать в мультиварке. Беру одну луковицу, три зубчика чеснока. Мелко все режу. Поджариваю на кокосовом или на оливковом масле. Затем добавляю один болгарский перец, тоже порезанный. Головку сельдерея режу на пластике, довольно тоненькие. Где-то меньше одного сантиметра. Потом различные приправы. Сегодня у меня укроп, куркума, корень имбиря. И заливаю немножечко водичкой. Соль по вкусу. Кто любит соевый соус. И сверху я добавляю мясо. Любое мясо, которое у вас есть для мужчин. Я сегодня мясо кушать не буду, так как сегодня среда. Но, если бы это не среда, то получается очень вкусно. И сразу блюдо такое, ничего больше готовить не надо. Все в одной, как сказать, кастрюле. Так что попробуйте, советую. Можно забыла еще сказать, добавить помидоры или томатную пасту. У меня сегодня без томатной пасты. Ну, вот такое блюдо из сельдерея, из корня сельдерея у нас получилось. Получилось замечательно. Я себе оставила с бульончиком, а мужчинам своим они кушают с мясом. Бон аппетит, Шири. Бон аппетит. Бон аппетит, Влад. Бон аппетит. Просто-напросто. Если вы живете в другой стране и вам не хватает общения, вы не можете найти близких, родных людей по духу, по менталитету, то ваш канал на YouTube и ваша страничка в Instagram может помочь вам жить. Может помочь вам жить разнообразнее. Вы можете найти друзей. Так случилось и со мной. Да, у меня, я еще в приоритете, потому что у меня все-таки две сестренки живут во Франции. И мы общаемся круглыми сутками, перезваниваемся то одно и то другое. У нас такие отношения. Но все-таки чужая страна и миграция. Есть кто адаптируется очень хорошо, а кому-то очень трудно. И поэтому сейчас социальные сети, они нам очень помогают. Я, несмотря на все минусы, минусы, конечно, есть, и вы все их знаете, но я вижу только плюсы. Я нашла столько замечательных друзей. И уже многие из моих, не многие, но некоторые, я надеюсь, что многие из моих подписчиков стали моими настоящими друзьями. Стали и становятся. Да, мы переписываемся. Мы общаемся, мы помогаем друг другу. У меня есть девчонки и из Ниццы. Привет! И из Германии, и из Франции, и из многих других городов России. И я даже нашла своего косметолога, может быть. Да, привет тебе, Оксаночка. Так что я очень довольна, очень довольна. И я всем советую, кто еще не знает, делать ли это или нет, попробуйте. Попробуйте. Если у вас есть желание, в этой жизни надо все делать. Возникло желание? Делайте. Потому что у нас всего только одна жизнь. А рядом столько прекрасных людей. Да, я тронута до слез. По-настоящему тронута до слез. Знаете, я только вам сказала, что, девочки, кто хочет, открывайте свои каналы, чтобы найти друзей. И представляете, муж приходит с работы и приносит мне посылку. И в этой посылке подарок от моей подписчицы. Ну, уже даже не подписчицы, а подруги. Наташеньки. Господи, знаете, мне жизнь сделала большие подарки. Она мне сделала подарки, сделала подарки мою семью, здоровье, сына, мужа, моих сестренок. Конечно, ушли мои родители из жизни. Но в жизни столько всего прекрасного. Материальных подарков у меня в жизни никогда почти не было. Никогда. И вот теперь люди, которых я еще не знала, несколько месяцев назад, они, ну, не знаю, они полюбили меня. Они остаются со мной, они смотрят мой канал. И Наташа, мы смеялись с ней всегда. Да, она мне говорила, Лена, ты покупаешь чай в пакетиках, в простых пакетиках. Даже если это биологический чай, это просто пыль. Я знала, что у Наташеньки свой магазин здесь, во Франции. Но я думала, что она мне просто приждет какие-то пакетики маленького чая, чтобы попробовать, чтобы меня порадовать. Но она мне сделала такой огромный подарок. Спасибо тебе, моя хорошая. Спасибо большое, девочки. Спасибо всем вам, что вы со мной на моем канале Элина Франс. Что вы просто со мной. Спасибо. Спасибо.